Сегодня Всемирный день шоколада. Я где-то прочитала, что настоящие аристократы всегда начинают свой день с порции шоколада. Ну, шоколад это также и пропуск в новый мир. Мир, наполненный счастьем, улыбками, радужными красками. Мир, в котором, возможно, всё, Лара. Где ты это прочитал? Я это прочитал у Джованни Джакомо Казанова. Цитата известного итальянского писателя. А вот ещё известная цитата Владимира Набокова. Шоколад это хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький. Сорт надменной лакомки. Я тоже люблю горький шоколад, сорт именно горького шоколада, но, к счастью, я не барышня. Хватит уже занимать эфирное время. Смотрим, как относятся к шоколаду жители нашего города. 11 июля все любители сладенького празднуют Всемирный день шоколада. Это божественное лакомство радует нас не только своим вкусом, но и может благоприятно влиять на организм человека. Знают ли о его полезных свойствах наши карагандинцы? Сейчас узнаем. Думаю, горький, потому что для машин нехорошо. Если полезный, то, наверное, горький. Горький, тёмный, в молочном нет пользы. Горький. Горький, без сахара. Тёмный натуральный шоколад может быть полезен. А какие-нибудь с добавками, то белые, которые слишком сладкие, то вообще не будут уже как-то влиять на наш организм. Расширяются сосуды, это положительно влияет на сердце. И за счёт чего кровь начинает поступать более активно в мозг, и человек старается больше думать. Некий витамин, наверное, получает, если какой-то натуральный шоколад есть. Есть. Расширяются сосуды, разгоняет кровь. Что ещё? Разогревает тело, если спортом занимаешься. Шоколад в пользу в том, что он поднимает настроение.